Пиво для литовцев больше, чем просто напиток. Это можно назвать даже национальным достоянием. В начале 20 века в столице действовало порядка 300 пивных заведений. Практически в любом ресторане посетитель мог найти как собственно пиво, так и широкий выбор закуса к нему, например, свиные ушки, раки или другие деликатесы. И практически все сорта хмельного напитка местного изготовления. Впрочем, некоторые традиции сегодня могут показаться странными. Продажа пива, портера и меда дозволяется в трактирных заведениях, станционных домах, ренсковых погребах, в постоялых дворах или корчмах, временных выставках, винных и ведерных лавках. Означенная торговля воспрещается во время крестных ходов, о воскресенье и табельные дни до окончания божественной литургии. В портерных и пивных лавках торговля лицам женского пола не дозволяется. Вот так напиток был разрешен лишь представителям мужского пола, а найти такие пивные можно было чуть ли не на каждом углу старого города столицы. В начале века в Вильнюсе работало 260 пивных заведений. Из них 54 принадлежало, пожалуй, одному из самых знаменитых акционерных обществ, обществу Липского. В целом там производилось до 300 тысяч ведер в год. И кафе Липского располагались в самых ключевых местах Вильнюса. То есть, например, замковая 23, сегодня это крестопокофейня на Пелес. Или же, например, Георгиевский проспект 48, сегодня это, между прочим, препарламента. В списках плательщиков квартирного налога в 1897 году числится некто Шопен Вильгельм Петрович. До сих пор не утихают споры о его национальности. Некоторые историки полагают, что известный деятель Шопен приехал к нам из романтичной Франции, другие же из Германии. Однако известно одно – вторая по популярности пивная была под символичным названием Шопен. Вторым, пожалуй, самым популярным акционерным обществом, которое производило пиво, была пивоварня Шопена. Крупнейшая пивоварня, знаменитая своими изделиями по всей Российской империи. И в Вильнюсе, естественно, они занимали одну из ведущих положений. Именно во времена Российской империи, в середине 19 века, наступает расцвет капитализма, промышленная революция. Поэтому даже представителям среднего социального класса разрешалось посещать рестораны, пивные и другие заведения. Чуть позже было разрешено и женщинам. С этого времени и стартует гастрономическая жизнь горожан. По рассказам историков, различные кафе-столицы с особым размахом продолжили гастрономические традиции прошлого века. Только в ином виде. Например, пивная была заменена на излюбленную кофейню современных студентов с оранжевым ромбом. В 1908 году пивная Петровского работала на Большой улице по дому номер 74. Сейчас это кафе-ин на Диджои. Или пивная парнеса на Немецкой улице. Сейчас это на Воке еще Ля Провенс. То есть времена меняются, а локации остаются теми же самыми. Конечно, после войн и реконструкции города многих заведений и след простыл. Одно из таких заведений – пивная Швейцарский сад, который располагался террасами на улице Сиротской. По рассказам историков, сад принадлежал частному владельцу Липскому, знаменитому в Российской империи Веленскому пивовару. Сад был украшен фонтанами, а в нем работал летний театр. Сегодня на улице Субычаус от бывшего заведения осталось лишь несколько деревьев. Кстати, по некоторым данным, в 1904 году сад уже освещался электричеством. В Вильнюсе производилось 75 литров пива на каждого жителя. Соответственно, для сравнения, в Лодзе – 30, в Москве – 53, в Одессе – 34, в Харькове – всего 19. Марки пива можно было разделить на несколько категорий. Конкретно на три категории. Высшая сорта – портер, экспорт, венское, мюнхенское. Дальше следующая категория – баварское и простое или полупиво. Кстати, производилось и безалкогольное. По задокументированным данным, первое использование стеклянной посуды для хранения пива было зафиксировано уже в начале 15 века. Правда, в те времена имели место скорее предшественники современных бутылок. Первые пивные бутылки, такие, какими мы их знаем сейчас, появились в 1821 году в английском Бристоле. До нас традиция дошла лишь к концу 19 века. В то время были распространены в основном бутылки с керамической пробкой, а число стеклянных пивных бутылок на пивном рынке было незначительным. Стоит отметить, что бутилированное пиво обходилось в то время покупателям дороже разливного. Кружка пива специализированных пивных с солеными сушками, баранками и креветками и раками стоила 5 копеек. Будем помнить, что одна копейка – примерно 20 евроцентов. Разливное пиво дешевых сортов – светлое, венское, старогородское, мюнхенское – в начале 20 века стоило от 6 до 10 копеек за литр. Бутылочное пиво, учитывая стекло, стоило дороже – где-то 20 копеек за бутылку. В наши дни по потреблению пива на душу населения мы стоим на пятом месте после чехов, немцев, австрийцев и поляков. А среднестатистический житель выпивает около 90 литров в год. Впрочем, совсем не повод для гордости.